13 эпизод фир меня по тень прошлого вы пафосное название но говоря я не могу до сих пор я не могу до сих пор понять по какому принципу они дают название эпизодом потому что никакой связи между названием и происходящим я не вижу этот фонарик лично что-то страшное было но я пропустил были призрачные этот фонарик вечно разряжается уже начинает доставать я на его надо нажимать как усилитель здоровья одно новое сообщение первое сообщение женевьева арестит я не мог бы ты выслать мне копии всех материалов которые вы собрали по проекту источник вообще-то этим должен заниматься харлам но сейчас он настолько поглощен своими переживаниями что ни о чем другом не вспоминает надеюсь он вас там не слишком достал я беру на себя все ответственность за то что произошло с группой однако словами ничего не вернуть чтобы выбраться из кризиса мы должны объединить усилия заранее спасибо сообщение больше нет птичку мне некуда пихать ого снова ты взрывая свои грехи в землю люди сеют семена собственные гибели грядет война я вижу пламя охватившие землю трупы на улицах пепел сгоревших городов так усилитель замедления глянеш 멀 грустно грядет грустно да я Я не знал. Нет! Я не понимал. Мертвые остаются мертвыми. Прям Макс Пейн какой-то. Ильяова. Гля곳. Он здесь. Аааааа – Ааааа! Как, я не понял, это охранники, что ли, на меня напали? Смотрите-ка, это охранники, это уже не бойцы вот эти в чёрном камуфляже. Но охранники воюют с этими бойцами в чёрном камуфляже. То есть тут как минимум две силы между собой дерутся, не считая, собственно, нас, феер. То есть получается аж три силы дерутся. Вот эти чёрные бойцы, охранники. Собственно, фиг. Этима много, не вижу у них. Что там у меня по гранатам? Две штуки. Белый не вижу. Охранники, чёрные бойцы и феер. Три силы, получается, воюют. Ну, с охранниками Армахемы-то понятно всё. А вот эти чёрные бойцы, они на кого работают? Путь цель преследует непонятно. А вот это интересно. Они не только прикрыли источник, но и наглухо законсервировали соответствующий объект. Подробностей нет, но я думаю, что это место стало опасным само по себе. Может, радиация? Точно не радиация. Как-то с водой связано. Эти вода ещё отравлена. Вот, смотрите, охранники Армахемы перестреливаются с чёрными вот этими бойцами. Чё они не поделили? Непонятно. Так, давайте я поменю на стечку подберу. Вот. Так, это стекло не бьётся. Предлагаю туда гранатку метнуть им под ноги. Ух ты, бля. Меня самого, кажется, зацепило. Да, я взрывом. Меня взрывом самого зацепило. Граната же взрывается при попадании в человека. Ты заткнёшься! Где его цель? Я не вижу зато. Вон он. Группа, убрати! Группа, убрати! Группа, убрати! Весь броник у меня моментально кончился из-за того, что граната рядом со мной взорвалась. О, опять этот бронированный тип, суки. Чё ты его подрал? Так, спустя. Против него надо что-то другое. Так, вот это вот энергетическое оружие я можешь попробовать. На, сука. Ну, он просто уже был при смерти. Так-то... Так-то с одного выстрела, естественно, его не завалишь даже этой пушкой. На лифте ехать? Нет, лифт не работает. Авто-сейф. Так, Фэтл направился к административному корпусу. Похоже, он идёт за Айлисовой. Ты должен опередить его. Айлис располагает очень ценной информацией. Играла потешная музыка. Обычно она играет, когда вот этот рыжий урод где-то появляется. Я его не вижу. Играла потешная музыка. Рожок вместительный в магазин. 45 патронов. Так, там полный двор этих. Сладеи. Играла. 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 Одно новое сообщение Первое сообщение Внешний вызов Привет, почему твой мобильный не отвечает? Перезвони Сообщений больше нет Гранатки Черванет Наступает Противник Так, аптечку применяем, аптечку подбираем Ранили меня с дробовика Ранили меня с дробовика Упор расстреливают, может гранату им кинуть нахрен? Я куда обстрелом? На, сука Так, порвало кого-то Гранаткой моей Я ее сейчас попробовал и стрелять в воздухе Может быть она кстати взорвалась, потому что я ее подорвал в воздухе И стрелял ее Там что, опять броневик что ли этот ходит? Что это там сейчас было? Опять этот бронированный тип Давайте плазменной пушкой его Хотя нет, давайте плазменную пушку я приберегу Потому что там дальше будет еще более серьезный противник Скоро Снайперской пушкой я воспользуюсь Правда к ней уже тоже патронов ни хрена не осталось Там ближе к концу будет этот, опять робот Огромный Где-то сейчас Так, броник нашел Ой-ёй-ёй Так, тут нужно снайпер сейчас шагающий робот этот нарисуется нет ну снайперка конечно вещь сколько там и патронов к ней еще полно еще 60 патронов так готовим вот эту энергетическую пушку потому что сейчас появится этот ужасный робот вон он блять он ракетами хера не убьют меня этими ракетами она летит прямо на меня сдохнет так теперь тоже нужно быть осторожным потому что там справа наверху сейчас будет тип который стреляет вот такой же энергетической пушки как и я только что и он у нас одного выстрела меня завалит понимаете без надо быть максимально осторожным он справа где-то с одного с двух точно завалить по крайне мере так было когда пера фона возможно это был вот кто-то из них как бронежилет еще один то снайперка конечно очень мощно никакого респа в игре не существует и сколько убил столько убил все честно так это что нажмите что подряд прототип о это патроны к прототипу отлично вот это вот энергетическая пушечка так аптечку применяем еще броника к следующему уровню я буду ого-го перо ван перо ван Ой-ой-ой, они свет погасли, уходим, мне фонарь придется их один хрен включить. Твою мать! Мне нужна поддержка! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Хроник. Твою мать! Так, надо посмотреть, я может что-то там пропустил. Внимательно, надо быть довольно внимательным. Телефон, например, стопили. Всем укрытие! Куда мне идти? Я пошел! Требуется поддержка! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Тьфу ты! Его сигнал опять пропал! Его сигнал опять пропал, кто бы сомневался. так эти птички